друзья снова всем здорова с вами алексейка сегодня хочу вам представить монстра короче компрессор у 43 102 смотрите вот этот короче аппарат компрессор вот этот движок но движок здесь короче 1 киловатт 1 киловатт 930 оборотов в минуту ну человек говорит он ну а 380 запускался компрессор у 43 102 70 тысяча девятьсот седьмого года у друзья и с ним значит я еще купил вот здесь он стоял на это короче станение друзья вот на этой станине вот на ней здесь стоял сам компрессор а там отрядом на подвижной этой части стоял двигатель короче за все про все отдал я 5000 рублей за этот компрессор за двигатель и за ту станину ну в общем все друзья хочу скрыть посмотреть кольца все глянуть пластинчатые клапана все папа просмотрю короче ну друзья смотрите наш разбирать короче вот стал разбирать значит что с охлаждением здесь совсем туго было все забито фильтр работал фильтр без вообще вот это здесь же бакуша должна я так понимаю масляная быть все тоже забито бакуша я не знаю как она вообще устроена может у кого есть там какое видео или там сфотографировать как она вообще выглядит может и самодельно как там можно сделать или где-то приобрести но в общем все скрываю сейчас значит друзья вот она клапанная вся эта лабуда в принципе более-менее нормально и вот она поршневая друзья как бы тоже все в таком нормальном состоянии нету вроде не забиров ничего такого нету захлаждение видно да тут был же скач конечно так что вот так вот друзья сейчас вам покажу посмотрите зеркальце все нормально выработочки не чуть-чуть как ну она в вас и я подумал как ржавчина хотя человек говорит где-то лет всем точно стоял но ритя вот а горит то колеса горит подкачивал изредка то так подойду варит круто ну что вроде как поработал ну в общем пока нормальное состояние смотрю поршневой не знаю сейчас все скрою вычистим а дальше будем короче смотреть друзья что там происходит с ним смотрите вскрыл же все с этой стороны вот видите там чуть-чуть ржавчинка как его присутствует вот она вот здесь вот ржавчинка присутствует а с этой стороны друзья я уже почистил вот здесь ржавчинка тоже было вот она есть даже вот она ржавчинка в общем сейчас вот так вот взял прокладочку очищаю вот так вот прям ножичек взял и так друзья значит что чисточку сейчас чистимся сколько стране то посыпалась краска компрессор тот который который я купил друзья показывал значит у него здесь небольшая проблемка образована видите вот этот край обломанный надо будет давать делать а это другой компрессор которая наращу не показывала он тоже в ремонте у меня это мне товарищ подогнал его короче его видно разморозила здесь нормально как бы все эти уши все крепления все нормально может даже его заварим сейчас возьму чуть расточил сделать чуть не на электрониками поварит значит что со старого компрессора как бы которую мне подогнал товарищ здесь поршневая как бы нормально здесь он и подшипники хорошие все как бы не сильно тут она там болтается здесь смотрите друзья здесь будем ремонтировать здесь вообще люфт получается вам рода и вот так он будет биение вот так короче ну в общем эту часть будем все один соберем стоит части вот с того соберем сюда все поставим башку это здесь нормально все зеркало а другой компрессор буду капитализм короче так что такие друзья а а а а а а итак друзья поработали короче резачком кое-где красочку значит позорала и сейчас приступаем болгаркой зачищать зачистим так более-менее нормально потом когда поварим еще все почистим их потом украсть друзья значит они украски тут мамородная вирт сгорел значит здесь есть он плешит такие вот уже погнивали подняла ничего страшно почистил а так бы конечно вот песочек бы вообще шикарно но все друзья вот так вот значит будем чистить сейчас еще попробую резачком сверху проберусь ну итак друзья получается такие заготовочки это значит резал по 13 130 миллиметров 13 сантиметров вот это сороковочка короче а эти короче резал по 13 всего так сейчас со стыкуемся угольничка померяем со стыкуемся все и прихватываем туда на бачок друзья ну вот значит прихватил я уголки поставил я короче сюда в эту сторону обратно фиг с этими болтами что их там будет видно там но и в баню а так представляете переставить сюда тут надо какая высота полки чтобы сделать повыше этот компрессор я его сделал для того чтобы друзья вот здесь можно было его туда сделай желобок засунул спокойно масло слил открутил обслужил его понимаете ничего страшно мне на эту красоту как бы особо не повлияет главное чтобы он работал и так друзья насчет все смазал колечки по разводил в разные стороны сейчас короче оставим бамбаху туда насаживаем друзья я вам скажу на мощный двигатель чтобы допускать сегодня постоит завтра уже тогда займусь остальными делами так друзья в принципе собрали мы друзья ну вот она эта станинка короче пригодилась я так думаю потому что друзья ну все значит сверлю все примерил я эту станинку все нормально меня устраивает итак друзья сейчас значит клапанной пластиной займемся так вроде все с виду неплохая думаю чуть-чуть притру значит не стал на камни притирать сильно грубая тут у него поверхность такая что сильно трех короче сейчас через наждачика чуть-чуть попритираем ну все друзья значит притер клапаны эти пластины короче чуть-чуть попритирал здесь немножечко по оставалось ну так принципе нормально все пойдет щупа у меня здесь был старенький пришлось чуть прозербанить принципе почти подходит чуть-чуть там надо подточить только потому что размеры у него клапан клапана этой пластины вот 12 12 ширина его на длина короче ребятки длина 60 короче 68 68 в принципе подходит все нормально вставляется уставил вот здесь специальные болтики если таких болтиков нету специальных можно взять обычные да все и не париться нихрена там ничего страшного не будет друзья они как направляющие ничего из соедините прижмется она все равно за счет шпилек которая в голове стоят в этом блоке все друзья чуть протерли короче чуть протерли и соединяем в принципе ничего страшного нету так это низ этого на сверх взяли соединили все ничего тут сверхъестественного друзья нету блин ничего не бойтесь не переживайте прессу 2 ни хрена тут ничего нету вот он как и направляющий этот болтик все друзья сейчас вот он соединилась клапана видно все на месте стоят он или клапана видно все стоят на месте ничего там не выпали вот эти вот тоже он на месте стоят буквина ничего там не выпали сейчас мы значит закручиваем вот это закручиваем сейчас друзья подтянем сейчас мы с той стороны друзья ну значит начали делать развязочку на компрессоре делаю так значит по бокам оставлю здесь пускай стоит манометр и сбоку будет присосат чтобы можно было сюда лоточек вставлять и масло сливать чтобы ничего не мешалось здесь выход будет на кран или поставлю сюда этот американочку и будет развязочка пластиковых и здесь два штуцера варю под быстросъемчик 1 и 2 ну и все как-то вот так вот сзади вот здесь сделаю обратный клапан вот здесь обратный клапан гофра пойдет сюда под низом и туда вверх и здесь сзади тоже сделаю выход может когда-то будет соединяться ресиверы значит друзья запустил я двигатель короче 300 ну вот 3 киловатт ник 3000 2850 оборотов все друзья компрессор запустил я им но очень мощные обороты 2800 я же говорю здесь цилиндры были старо старенькие кольца поставил я показывал вам значит так не делать если собрали сделать двигатель капиталь ты все пришлось разобрать его вот даже герметик остался и отвести его короче на расточку под москвичевские поршневые и как раз купил двигатель друзья двигатель купил значит 3 киловаттник 1450 оборотов в минуту а даже 1400 1425 ребят 3 киловаттник короче в 1425 вчера его тоже по запустил потише работает все компрессор запустил поршня конечно начали там лупить капитально и на большие обороты зеркало зеркало чуть поднабилась там смотрю и короче были открыты микротрещинки царапины и пришлось короче разобрать и отдать короче на этот на ремонт но это и хорошо значит надо сделать один раз и все его что-то они не лазить ну все а так в принципе все нормально все собираю потихонечку потом запустим я покажу все опрессуем и тогда будем разберемся выкрасим и опустим его туда в подвал все будешь поставить в подвале и 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 короче делаем облегченный друзья маховик и охлаждение на него в общем дальнейшем все будет все я вам покажу у нас должно получиться два одинаковых круга получится этот уже подточили здесь четко смотрим дальше но друзья наш махаличок сейчас резьбу нарезаем шестерочка булкик шестерочку короче нарезали друзья во втором классе хорошо нарезается резьба сейчас наживим здесь короче мы делаем его друзья легким чтобы у нас спокойненько мотор мог запускать этот маховик потому что двигатель запустился 3 киловатт запустил этот с этим маховичком закрутился все все нормально я думаю что я его переделаю приварю сюда лопастя сверху вторую крышечку я показывал накрою по приходу и все как бы на этом короче друзья как-то должно так все получится у нас заморочка конечно нет у нас 380 пока вот так друзья что это будет выглядеть друзья в общем вот такой у нас получается маховичок самодельный значит лопастя значит вот этот размера через 70 миллиметров 70 70 70 вот это 40 40 на 70 40 на 70 я сделал потом надо индивидуально смотреть вот так вот прихватываю вот так вот прихватываю чик поприхватываем все потом сверху день вот эту крышку и все как бы пола сделал все потом всегда прихватываю прихватываю и будем собирать вот сюда на этом ставить примерил я уже нормально все ну друзья получился у нас вот такой маховичок немножко кривоватенький добавил что жестяночка она легкая я думаю это роли не сыграет особо там работают все друзья сделаем или сделали мы легенький маховичок ему этому двигателя я теперь думаю хотелось бы даже так чтобы он запустился короче от 220 вольт посмотрим друзья или вот у здоровую каркалы вы раскрутить его тяжелая нора килограмм 15 на можно 15 но 12 точно если даже взвешу полотом или 13 килограмм или вот это два килограмма друзья я думаю разница есть попробуем запустим завтра еще сюда небольшую обечаечку сделаю там закрою чтобы внутрь уходила это ну все лопастя по прихватывали мы этой жести может даже когда все подтянул жестяночку эту подровняю там возьму этим монтажа чко я может что-то по подгинаю да в принципе она нам роли особо не сыграть никакой даже если она будет чуть кривовато вот она крутится все короче как то так друзья продолжаем значит вот это авторопласт здесь даже чуть шире получилось здесь охлаждение даже будет посильнее здесь 4 сделал мы посмотрим друзья запустим значит его я все покажу итак друзья сделали мы в принципе оканцовочку сейчас одовариваем в принципе оканцовочка готова все друзья все заканцовочка все потом почистим все это разбирается вот он четыре болтика снимается и он вытаскивается друзья вот так вот друзья значит делаем к вам сейчас отрудочную камеру так можно сказать здесь будет слив конденсатор здесь будет у нас клапан легкого запуска так можно сказать мы его сейчас приварим сюда вот вверх вот так вот так вверх приварим и поставим вот так же этот клапан потому что пружина ему будет вниз легче давить чем его поставить например вот так вот или даже прямо у меня он прямо стоит на компрессоре работает все ничего но я хочу сделать изменение поставить его лично вот так вот друзья ну короче вот этого разрудачного ресивер мы сделали с вами разрудачную камеру короче все вот она пошла здесь соединяется здесь пошла на трубка 40 ну длина 40 сантиметров пошла на клапан здесь сделал шутка придерживала ее жестко она стояла не болталась на тех двух болтах то все равно дюралька это чтоб не повырывал их здесь заходят хомутиком затянул все трубка стоит жесткая ничего нам тут не мешается масло проверить можно болтиком подлезть здесь разобрать снять все короче можно разрудачный ресивер на жату здесь будет снизу кран там сделаем вниз трубочку если собрался какой-то конденсат крантик открыл там по трубочке стечет все короче как-то так друзья сейчас занимаюсь фильтром делаю фильтр я вам говорил что у меня там такого нету фильтра будем делать самодельный все вот такая вот получилась конструкция у нас здесь будет обратный клапан я сделал вверх потому что он придает а пружинка легче будет вниз его раз разрузить все короче потом протестируем когда все прессуем тогда будем красить друзья мои смотрите бабаха это драмахи драмахи разобаха значит все это будет выглядеть следующим образом будет выглядеть следующим образом значит будет два отмолика сейчас еще один прихватим вот так вот и здесь сверху прихватиться к той же жерезячке что я ее вырезал все вот так вот будет друзья как это будет выглядеть вот здесь будет стоять наш фильтр этот так как другого у нас нет все сейчас я вот эту сейчас я эту часть прихватываю вот так вот нам это ничему не мешает здесь подлезть можно здесь везде можно все подлезть как бы такого нету у нас что там были какие то у нас проблемы с этим сейчас вот здесь еще прихвачок все все сейчас вот это вот вставляем ровненько не знаю не вижу насколько она тут еще ровно что не ровно короче сейчас все вот так друзья все это вот так вот выглядит все вот так он будет стоять здесь можно значит все подлезть платы у нас все доступные все не стал его сюда разворачиваться будет напруга на этот а так он над этим висит аккуратненько меня устраивает все вот так друзья сейчас сейчас обварится все это вот это все мы удалим снизу поставим там пятаки нарежем резьбу и все это заглушим друзья все все у нас в доступности подошел фильтр снял фильтр снял поменял все здесь будет при . здесь будет сбоку при . это так и оставим уж обрежем ее заглушенную в принципе смысла нету она тут заглушена может посильнее пробочку забьем все друзья все пускай он так вот и стоит меня в принципе это устраивает мне это как бы особо не напрягает так что дружочки корешочки как-то так такая торпеда у нас получается все продолжаем друзья значит нашел я другой выход тут из положения чуть значит убрал я эти отсюда ваши трубочки эти здесь померил резьба одна вторая спокойненько здесь мы нарезается значит я сюда кручу такие заглушечки посажу их на герметик все и пускай они стоят здесь и воздух не будет подсасывать все будет нормально на крайняк потом я уже так подумал вдруг если я найду эти фильтра я сюда здесь этот кусок резьбы с трубкой просто вкручу также на герметик да и все и будет фильтр такой же примерно как и там но это на трубке там еще какие-то пластиковые а так все одна вторая спокойненько здесь накрутно резается все заглушечки сюда поставим воздух здесь уже потравливать подсасывать не будет а с этой стороны будет у нас нормально все фильтр как я показывал так что друзья вот так вот ну все друзья значит компрессор был покрашенный все сейчас уже подсох и начинаю потихонечку сборочку друзья собираю его все сейчас станинку под двигатель саму голову компрессорную ну и потихонечку короче делаем сборочку друзья 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 ну что ставим короче кран сюда вниз слива кондицата наша и кондицаты всяких клавишных собираться будет будет собираться значит будет собираться а а а а а а а а а и а а вот а и я то все вот эти сейчас два заглушивания сделал муж когда-то и собак не будет стоять в подвале здесь можно сразу быстросъема накрутить есть такой резьбой же сразу быстросъема шлан ущелка работает нет если значит отсюда можно вывести там сделать подачу воздуха там через значит влагоотделитель маслоотделитель короче такая ерунда корешочки все сейчас значит здесь сейчас ставим заглушки и сзади ищем тоже ставим заглушку и все и значит развязочку делаем туда теперь сбоку все дружочки и так друзья мои сейчас я вам коротко про поршневую расскажу значит отвез на росточку я вот этот блок же нашу 40 302 компрессорик наш все там проточили отдал поршневую купил поршневую там отдал принципе немного там 900 рублей в принципе друзья москвич ну как этот сказал мне 412 но друзья здесь короче вот этот вот шишка вот смотрите с такой не берите поршневую если будете делать такой компрессор смотрите токарь не начал протачивать а вот смотрите что происходит с низом вот все горох надо поршневую убрать 400 с 12 чтобы она уже вот такая была то может и есть еще куда снимать но я больше не стал с ней связываться с этим москвичевской а так принципе все проточили мне шикарненько все раз туда заходит все идеальненько я значит взял 83 газоновский вот 83 размер поршневая вот написано вот видите 83 размер но взял думаю померяю раз и туда она заходит ну там есть нет конечно такой платник чок ну она туда нормальненько как бы идет значит еще померил померил взял штанги лючек промерил все здесь 82 там с капелюшкой а здесь сзади вот эта часть 83 друзья 83 83 привез стокарю показываю вот смотри что тут можно сделать ну значит взял проточил вот эту часть снял также снял вот эту часть я сказал ему на миллиметр говорю сделай больше прокладочками подрегулирую вот здесь вот и все и она стала туда не пришлось друзья и растачивать еще вот плавненько медленно туда заходит вот он один поршень очек и вот он другой все проточил также здесь размерчик проточил мне значит здесь ну вот 81 миллиметр как я просил сделать чуть больше решу вот эта часть тоже рюне это сильно тонкая не было ну и все друзья значит чтоб не стрелять такой поршневой не берите и вот поэтому я ненамного стрел там конечно стиль никуда и не денешь но лучше с ней не связываться вот лучше обычно взять газоновский этот поршень массивный четко все есть куда и растачивать и работать с ним все так что друзья вот так вот сейчас буду собирать теперь водичку поставлю на грею поршневую и буду сажать туда пальцы все короче сейчас все промерю друзья значит пришлось чутка поработать вот этот короче поршень очек подточить он был 384 этот был 378 короче на 4 миллиметра 4 грамма короче он был сейчас значит здесь пальчиком все 501 и также замерил этот также точно все 501 короче сделали мы их равномерное все пришлось немножечко вот эту часть подснять сейчас напильнички принес подработаю чуть фасочки эти поснимают здесь внутри все поснимаешь у него там никаких заутенций вот здесь вот все поснимают и промеряем вот здесь вот это расстояние промеряем здесь и можно даже придется и там чуть-чуть растачивать как люди говорят рассказывать ребята что там варит на чутка расточить ну как то так друзья продолжаем короче друзья сейчас значит все поршневую сварим короче и потом поставим ее значит туда на место все сюда соединился коленвал в тисточке зажал аккуратненько все направляющие все взял сейчас поршенечек поднагреться и мы его короче устанавливаем пошел я за пальцами они холодильничка все как установлю потом дальше покажу съемочку друзья значит продолжаю съемочку тут компрессора сборочку все поршневую мы значит все поставили пальцы значит под пальцы пришлось москвичевские значит поставить сюда не принципе подходят диаметр там одинаковой но разная длина пришлось чуть-чуть по краям вот здесь вот постачивать пальцы там по моему 70 70 должна быть у меня 71 получился миллиметр пришлось короче подточить ну ничего все нормально подточил все сели эти пальчики все сели эти колечки стопорные все нормально колечки значит компрессионные пришлось тоже маленечко подработать подточить и знаю сделал блин короче зазор 035 друзья пощупу 035 взял щупчик взял вот это тут у меня есть ладно тут разницы нету вот щуп друзья здесь есть у меня 035 все сделал и короче по нему все промерил все все сделал короче по щупчику этом щуп значит все 035 не знаю много это мало может это и мало может это и много нигде в принципе особо такой прям информации нету ну ладно делаю как типа по двигателю там тоже примерно 030 там 035 короче ну не знаю посмотрим друзья все сейчас собираюсь здесь значит ставлю прокладочку вниз потому что значит у нас все получается у нас же шпаршевая ешь как показывал там на миллиметр получился я попросил я больше проточить вот здесь на миллиметр больше знать сюда поднес прокладочку поставлю хотя она здесь не должна ставится и потом поставим ее сверху под блок клапанный блок вот так как то друзья значит сейчас буду собирать потихоньку принципе ничего там такого сверх естественно замысловатого нет в этом компрессоре там заморочек вообще никаких нету так что можно просто взять и собрать мне не переживать там да и все сейчас в общем буду ставить эту головку друзья друзья значит смазываем по шнему и смазываем маслица друзья маслица смазали маслица смазали друзья и все чтобы она у нас легко стало отделать у нас шпилечки правда конечно чуть-чуть неровно то за это приходится этот голову чуть-чуть как бы это поправить она у нас также что у нас прокладочка сейчас мы здесь вот еще здесь небольшой зазорчик есть тоже здесь прокладочка сядет и будет шикарненько все вот как-то так друзья собираем дальше вот такое железяный токарь вытащил значит до самого где он упирается получается 16 16 и 7 короче 7 миллиметров 168 а так сама длина щипа вот этого вот-вот короче 3 360 а спросите 136 миллиметров 136 миллиметров друзья все масса со налил сейчас закручиваем чуть-чуть туда потому что 5 старых и не было там один был какой-то там похожий все затянули ну все друзья вот она поршневая наша как бы работает нормально все вон они новые поршенечки все крутятся здесь значит хонная не сделать здесь сделано друзья зеркало люди делали зеркало спросил фон там этот ну в общем так что так друзья сейчас потом может попробовать запустим пускай вот так он прирабатывается поработает немножко не не к спеху чтобы прям сразу там качал или что сделал ну все друзья также продолжаю дальше друзья значит дело прокладочку смотрите вот плита положили по ней по ней положили отчертили все чертили отверстие отчертили сделали отверстие одели прям на этот на цилиндр сюда и аккуратненько и аккуратненько вот так цилиндры молоточком не спеша друзья потихонечку потихонечку друзья потихонечку все вы стучали друзья как вот так вот все у нас получилось нормальный короника прокладочка дружочки все вот она прокладочка наша померил я значит взял вот так линеечку друзья взял вот так нам представил хорошо покрутил здесь зазорчик еще наверно на миллиметров миллиметр есть точно миллиметр есть друзья то есть я уже и пластину вот эту поставил пластину поставил сюда прижал все ничего на сюда вот не ударяется друзья вот об этот она не бьется потому что она прокладочка у меня здесь вот под низом и даже щелочка небольшая есть одна здесь друзья хотя их можно было две здесь поставить бы щели не было ну ладно то не суть принципе пускай там одна будет там одна будет пускай здесь все друзья сейчас еще сейчас снимаю и делаю еще одну такую прокладочку я ж два таких компрессора сейчас еще одну сразу изготовлю чтобы она уже была в наличии друзья чтобы потом уже не делать опять такие движения там лекала всякие то мы сразу ее аккуратненько все поняли да итак друзья значит собираем сейчас ставим прокладочку сейчас протираем все друзья обезжириваем прокладочку я ни на какой герметик не ставлю друзья прям так и поставил обезжирил все протер и поставил друзья не знаю сколько собирал там и на двигателе ты на мистер там собирал и по тайной дэй так там где до поддон там надо было на герметик сажать я сажал его данной герметик а здесь в принципе зачем сейчас протираю все обезжириваю потом просто когда она может другу придется снимать что такое то произвести замена там пластин этих клапанов зачем здесь будет сранить столько чтобы еще сейчас мы обезжирим ставим прокладочку и притягиваем друзья плита ставится друзья вот это вверх написано вот он а так знаете чё я вам показывал где этот как сказать вверх вообще если нет ничего не написано все друзья сейчас вот так туда прокладочку шара все сейчас сюда вот устанавливаем сама аккуратненько не спешите чтобы ничего не порвать все и наша этой я написал вверх это что у нас сверху есть все друзья одна прокладочка рассказывал нас под цилиндр ну под картером этом а другая вот идет сверху еще одну мы с вами вырезали еще одна вырезана сейчас здесь вот еще обезжирю друзья вот эту часть все друзья вот она вот эта часть сюда идет на клапанную плиту нашу так друзья все собрали потом ставится друзья вот это окантовочка сюда защита наша что-то здорово как это ну ладно какая есть друзья какая была какая была друзья такую и ставим короче да и все резьба 1 2 сюда хорошо нарезалась а заглушки с этого с радиатора короче покупной радиатор на пластиковые заглушки стоят на герметичек их и все и шикарно не так сидят все друзья сейчас вот этот час плиты сажаем все ничего тут не мешает все так друзья я думаю фарнуш я думаю хватит в принципе все нормально у нас сейчас друзья значит все сделаем сейчас я поставлю вот так вот подсоединю дрель и дрель и чуть круто не вот здесь пока у меня еще не подсоединен ничего сейчас проверим все что там не не ударился этот поршень в плиту эту посмотрим нормально все все четко работает все у нас четко работает значит следующим этапом будет сейчас установка сейчас еще подтянем чутка сюда значит поставим этот как сбросник типа того но я его заглушил мне не нужно тут вообще крышечку сюда вырезал бы из металла но это потом сделаю и ставим сюда фильтр друзья фильтр я затоил я вам показывал тоже как его сделать в общем продолжение следует друзья ну значит вот прокладочку положил как фильтры зато я вам показывал если вдруг у вас нет такого у меня такая ситуация что фильтра нету друзья вот этого масляного воздуха масляного значит я и затоил обычный вазовский фильтр друзья вот такой получился у нас короче фильтр сейчас я вам с этой стороны покажу вот так он стоит стоит он довольно таки жестко вот он друзья вот это прессорик получается друзья натяжители вот пожалуйста здесь станинку я показывал я приобретал вместе с этим компрессором просверлил сделать здесь все натяжители на четырех болтах он здесь крепится отдельно крепится мотор все здесь сзади также подачу сделаю вдруг надо бутылесер добавить добавим сбросной клапан вот этот сделай этом с чего он идет вот так как-то друзья ну и так друзья значит сейчас собираем вот этот типа сбросник клапан этот убираем вот этот клапан вообще выкидываем отсюда как бы нам больше не нужен не будем этом делать чтобы он там перепускал на холостом работал вот эту значит заварил часть под зачистил щетка она будет сверху вот так вот ставится вот на этой лабудине ставится резиночка друзья резиночка ставится туда вот он устанавливается вот так вот ставится с верхней вот этот с трубочкой перепускная система все и затягивается друзья сюда прокладочка ставится затягивается все это ну как то так короче сейчас все это установим друзья все на место значит фильтр поставил вазовский фильтр все короче барашки эти купил нашел как обычно это проблема все друзья сейчас я вам покажу как он там внутри все выглядит все как хотя думаю все это знает все вот он фильтр стоит здесь при . будет через фильтр и будут попадать отсюда все воздух который идет на компрессор все поменяли фильтр выкинули друзья барашечки закрутили не на там никакого не масло что-то сперва хотел заморочиться с этим эрсовским фильтром там в бензинчике его надо мыть там блин а это все стоит на месте все нормально друзья ну и все знаю сейчас барашка еще один закручу и собираю эту часть ну вот друзья значит мы ждали реле времени сейчас посмотрим пришла китайская посылочка друзья сейчас глянем что нам пришло это реле времени значит сразу будет подключать пробую смотреть так вот здесь это два коробочка этих похоже как на реле времени ну да друзья одна вот она здесь поменьше контактов вот она реле времени одно заказал сразу друзья несколько штук их чего там будем блин а то церемонится там блин пускай лучше будет а вот он стоит там 250 рублей или сколько там 270 ни хрена страшного пускай будет два чем не будет ни одного понимаете а вот это такое стоит сейчас у меня вот это много ну в подключении как бы ну как бы смысла не вижу да но видно зарела если там одна дорожка зарела перейти можно было на другую а так она зарела все целиком и так как она здесь у нас ну вот она ну вот друзья вот она реле времени ну чё сейчас будем пробовать запускать движок вот реле времени пока выключу принципе смысла нету там снимать сейчас полезу с той стороны подключу сейчас беру отверточку и значит иду подсоединяю друзья и так друзья все наконец-таки я теперь спокойно уволен друзья как слон запустила этот компрессор друзья запустила его 220 вольт он в резеточке видно вилочка значит ждал я просто реле времени пришло реле времени друзья заказал их два одно с такими с двумя всего контактами и одно пришло друзья вот с такими не знаю почему она зарела друзья не могу дать вам пояснений никаких просто его внутри скрыла но там внутри черное что происходило почему не так и так я не понял зарела она на другом двигателе я показывал меня был 3 киловатт и даже есть 2850 оборотов я пытался его я его запустил даже 3 киловатт ника но лучше этого не делайте масло короче плевать начал аж в потолок в крышу ему надо 1000 там сколько по паспорту 400 оборотов знаешь мы ему столько и дали все друзья двигатель был откапитален движочек был откапитален новая поршневая газ значит мотор у нас стоит друзья 3 киловаттник 3 киловатт 1425 оборотов 1450 можно сказать сейчас я вам покажу друзья шуты видели эту скажите там все этот уставить мы друзья трех киловаттник летит сделано 220 вольт друзья подключена 220 как бы там не говорили что это только компрессор компрессор наш у-43 102 друзья как бы там не говорили что только подключает на 1 380 5 киловаттный двигатель на 4 киловаттной вот компрессор у-43 102 друзья седьмого года старше даже чем я 7 килограмм Он у меня сейчас накачал 8, отключился Автоматика, значит, сейчас по-быренькому вам расскажу Значит, вот этот один контактор Идет на пусковой реле Реле времени, значит, срабатывает Контактор включается Через полторы секунды отключает И работает чисто на рабочих конденсаторах Все, сейчас с автоматикой Я вам ничего рассказать не буду, друзья И так уже тут подустал с этим компрессором Пока собрал, вычистил все это Про автоматику потом Значит, ресивера, в принципе, этого бачка достаточно Накачивать он успевает Здесь трубка охлаждения идет Вот здесь видно, подтравливает Надо перепаковать, друзья Сейчас буду устранять, покажу вам, запущу, сколько еще качает И буду устранять все эти, где подтравливает Значит, здесь брасничок идет на пресостат Пресостат 220 вольт Так, манометр, друзья Двигатель, значит, этот уголок я развернул, друзья, сюда Для более удобного закручивать Настраивать, значит, регулировку Движка на тяжечку, очень удобно Все, там, значит, внизу слив будет конденсата Вывел трубочку с той стороны Поставил краник Ну и все, друзья, как-то так Здесь, значит, фильтр я замутил, значит, самодельный С Жигуля Потому что заводского у меня не было Одного мне, в принципе, и не нужен Как бы особо я не переживаю за это Значит, что, друзья Самая такая часть, как бы От того, что он как работает Это маховик, друзья Маховичок здесь самодельный, я показывал Я сделал его сам Сделал я его, значит, из... Да, там тоненькая жесть валялась у меня Из жести и второпласт Это все я в видео показал вам Досконально, чтобы все все видели Как что сделать, понимаете Потому что старый, друзья Старый маховик, он весит, наверное, там, по-моему, что-то я так как-то раз взвесил Уже не помню, наверное Вот назад уже давно было Там еще другой У меня еще один есть такой У-4302 компрессор, друзья Я его взвесил По-моему, как бы старый Килограмм не 13 весил Может, я даже ошибаюсь Может, что-то взвесит, поправит меня Может, так оно и есть Ну, что-то в пределах этого Друзья, этот будет весить Я не знаю Если будет килограмма 2, он весит Это и то хорошо Значит, мы ему облегчили пуск Хоть, может, там и скажут Вот маховик, он там с центром тяжести Он там вращение ему легко Друзья, здесь вращается он достаточно легко Я сейчас запущу этот компрессор И вы посмотрите Давайте, я сейчас вам запущу его так Сейчас вот этот отработал Как бы я его выключил Вот, пресс-остат Он отработал На шестерке он должен был включиться Сейчас я его запущу Значит, для более комфортного удобства Валди развернул Здесь можно масло сливать Водочек вставили Масло сливать Клапан Чуть подтравливаем Чуть подтравливаем Надо поменять Работает довольно-таки хорошо Просто надо закрепить конину Болтает Все, друзья Все, накачал он 8 атмосфер Все Я вам запустил на шестерочке Не напрягаясь Он все накачал Пожалуйста Все, ничего я вам тут не обманываю Не рассказываю 220 вольт Вот он провод идет Запустили мы его Как бы там что ни говорили Все это реально сделать, друзья Сейчас я значит Сниму видео, давайте Сейчас я его полностью сброшу Весь Поставлю на ноль Включим секундомеры Замерим, сколько он накачает Чтобы понимать, сколько Я даже не знаю, друзья Этот бушный бак Я купил его Как бы на металлолуме Не знаю даже, что он Мне кажется, может какой-то газовый баллон Значит, сейчас я быстренько его померю Может кто померяет, скажет Кто просчитает Значит, здесь он идет Тысячу миллиметров, друзья Метр, вот Берем по ровным частям Вот так Тысячу миллиметров Так, здесь я замерял, друзья Вот здесь замерял Здесь даже метра не хватает Я вот здесь вот отсюда От уголка вот отступил Сначала А здесь отметил метр Метр Ну, тысяча, друзья Чтобы понимали Тысяча 1270, друзья 1270 Значит, шкивы, друзья Шкивы Вот этот шкив Значит Самого компрессора 260 миллиметров Вот этот, друзья Шкив 130 миллиметров Вот этот 130 Это 260 Все, друзья Вот кто посчитает, конечно Скажет Двигатель 3-х киловатт 1450 оборотов в минуту, друзья Сейчас, значит Поставлю на паузу Спущу воздух Ну, ну, друзья Сейчас Последнее Последнее воздух Избрасывает Песендомер, друзья Я настроил И так, друзья Значит Друзья Наша цель была поставлена Сделать хороший Нормальный компрессор Мощный Производительность Конечно Я не знаю Какая у него Все, друзья Все Воздух скачал Сейчас, значит Запускаем его Работает Довольно-таки Воздух Заходит Тоже нормально Притяжка есть Единственное Как работает Надо закрепить Чтобы он не дернулся И все Как-то поплатить А так, в принципе Все, друзья Все качает Все срабатывает Автоматика Работает В нормальном режиме Все Все, как-то так, друзья Сейчас закачает Посмотрим Охложение, в принципе Тоже вроде как Неплохое у него Охложение есть Как бы отсюда тянет Не сказать, конечно Что прям И антипоток какой-то был Ну, нормально, друзья В принципе, или еще Так бы Так бы все неплохо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, друзья Автоматика отработала нормально 305 Показала наш секундомер Вот так вот, друзья Все Был построен компрессор На 220 вольт 3 киловатта Я вам еще раз говорю Все Все Вот так он был сделан Исполнен Друзья Так что Главное маховик, друзья Мы облегчили его И двигателю стало легко С ним работать Все, дружочки Корешочки С вами был Алексей Подписывайтесь на видосики Ставьте лайкосики Будет еще очень много Интересного видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok